друзья привет извините за заглушенный голос я расскажу вам сейчас что такое маска раба связи с тем что корона вирус бушует по планете ну вроде сейчас бы как бы все говорят что побеждаем мы его и все такое тем не менее противоэпидемические мероприятия проводятся и во многих местах особенно общественных люди вынуждены ходить в масках и вот эту маску все носят по-разному выражая возможно тем как они уносят свое отношение к происходящему тем не менее друзья мои бывают вещи когда некоторые казалось бы правильные и порывы души может могут выглядеть просто тупо до безобразия и одно из таких проявлений так называемая маска раба термин этот вообще придумала моя супруга а я с ней полностью согласен и знаете что это такое это когда маску носит не вот так вот так маску носить правильно так маску носит врачи дат маску носит в лечебных учреждениях так носит респиратор так вообще носят какую-то маску или защитное средство когда нужно защитить верхние дыхательные пути от проникновения туда какого-нибудь агента который туда попасть не должен ну и собственно говоря точно также носят маску врачи когда они хотят чтобы из верхних дыхательных путей из носа изо рта наоборот бактерии вирусы и все такое не попали наружу это нормально связи с тем что многие считают эту тему абсурдной но их заставляют а маску носить люди часто носят маску вот так а вот это друзья мои есть та самая маска раба знаете что это такое это выглядит ужасно ну на самом деле совершенно понятно ничего это делается типа я маску ношу но для того чтобы я мог нормально дышать я вот и сделал это вот так а на самом деле конечно понятно что маска в такой в такой ситуации уже не работает ни на вход ни на выход в общем-то по большому счету по крайней мере на вход она точно не работает если на выход вы кашляете рот вроде прикрыт но на вход она точно не работает она вас абсолютно не защищает вот и поэтому это как бы демонстрация я в маске оставьте меня в покое я формально выполнил все рекомендации но выглядит это так я заткнул свой рот и ничего не высказываю мне оставили еще щелочку подышать вот поэтому нос у меня там открыт а хавальник я свой заткнул вот и все молчи ничего не говорит как бы вообще признание своей несостоятельности ты своей змеи пассивность друзья мои если вы хотите выразить протест и формально выполнить эту процедуру показать что у вас маска есть да но вы значит игнорите ее снимите вообще вот так вот как нибудь плети если вы действительно и показать что да у меня маска есть но плевать я хотел ну сделайте так не надо так не затыкайте себе рот но не нужно этого делать либо уж носите маску так как это положено понимаете если вы согласились с тем что маска должна быть на вас наденьте ее так как надо понимаете это хороший правильный способ ее ношения который хоть что-то действительно привносит не абсурдирует самопонятие здесь вот как раз работает тот самый максимализм либо все либо ничего либо вы в маске либо вы без маски а вот это полумаска я не знаю что она решает а вообще я хочу сказать друзьям задумайтесь над этим маска в каких-то случаях может быть даже и неплохо представьте что государство все во всем мире пытались людей долгое время обналичь что называют сделать их просто вот как на ладони везде была наставлена куча скрытых камер всяких разных систем распознавания лиц против чего боролись многие возмущались считали что это выторжение в личную жизнь использование личных данных таких как лица которые без ведома граждан записываются на тысячи носителей а сейчас формально вы можете свое лицо закрыть и не светить его нигде я не ищему не призываю ничего не говорю то есть понимаете лицо ваше будет закрыто хотя нет худа без добра я просто пытаюсь найти какой-то положительный момент в том что маску приходится носить по крайней мере вы не будете носить ее а просто так если будете понимать что этим выход по крайней мере защитили свои какой-то сам степени персональные данные но не носите маску раба вот так уже это вообще не работает никак не от вируса нет бактерий не вас не против вас не от вас и вообще не так не будьте рабами салют